Приветствую вас дорогие друзья на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой видео обзор за понедельник, за 12 апреля. Обсудим с вами ситуацию на фондовых рынках, обсудим ситуацию на нефтяном рынке, в частности поговорим о сделке США и Ирана. Обсудим валютную пару рубль-доллар, ну и конечно же поговорим о некоторых корпоративных новостях, о Норильском никеле, о Балибабе, о БАФК-системе, о Поле Золоте. Вкратце обсудим ситуацию в моем спекулятивном портфеле. Итак дорогие друзья, мы начинаем. Итак дорогие друзья, по традиции все наши видео обзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках и ситуация сегодня складывается вообще неоднозначно. Если мы с вами смотрели с самого утра на азиатский тихоокеанский регион, могло сложиться впечатление, что торговая сессия сегодня будет проходить под флагом медведей, потому что там мы видели как и японцы находятся в красной зоне, теряют 0,77%, и китайцы теряют, и австралийцы. Но на самом деле не все так плохо оно оказалось для нашего российского рынка, и мы видим прекрасно, что наш рынок сегодня выглядит на европейской торговой сессии, по крайней мере на момент съемки видео, очень и очень уверенно. Но пару слов мы скажем конечно же о азиатско-тихоокеанском регионе. Мы видим, что японцы сегодня откатываются на 0,77%, но переживать на самом деле по японскому рынку пока что не стоит. Мы вчера с вами в рубрике ежедневник инвестора говорили, что стоит послушать именно главу банка Японии Куроды, и вот от этого уже тогда будем отталкиваться. Почему падают китайские индексы? Ну мы тоже об этом много раз с вами говорили, но лишний раз можно повториться, что игроки с опасением относятся к будущей монетарной политике властей, то что она будет ужесточаться. Мы не раз с вами говорили, что китайцы действуют сейчас наверное на опережение и изымают лишнюю ликвидность просто-напросто. С одной стороны вроде бы это сейчас негатив для фондового рынка, но если посмотреть в более дальнюю перспективу, то конечно же власти Китая играют на опережение и не хотят негативного сценария с той же самой инфляцией. Поэтому если смотреть в долгую, то скорее всего это более даже позитивный момент, чем негативный, если обратиться на те же самые Соединенные Штаты Америки, которые продолжают заливать экономику и фондовый рынок своими деньгами. Но об этом мы чуть-чуть попозже обязательно скажем. Говоря про Китай, конечно же нельзя не упомянуть о ситуации, которая произошла с Алибабой. Холдинг Джекома был оштрафован на 2,78 миллиарда долларов и фактически это 12% прибыли компании за прошлый 2020 год. Но многие на самом деле удивляются, вроде бы оштрафованы, а Алибаба летит вверх. Ну нету никакой привязки. Но дорогие друзья, здесь хочу вам просто-напросто привести аналогию с моей любимой российской компанией Норильский Никель. Да, вроде бы тоже было оштрафовано и все, а Норильский Никель только всегда растет вверх. Почему такое происходит? Ну на самом деле лично я нахожу здесь одно объяснение. Если вы видите здесь немного другое объяснение, обязательно напишите в комментариях. Просто-напросто Джек Ма даже не стал оспаривать вот этот штраф. Присудили, присудили, все хорошо. Но фактически таким образом Джек Ма замирился с властями КНР. И конечно же это позитивно, вот это то, что фактически мировая у них с властями, конечно же это позитивно отражается на котировках акций. Лучше где-то чуть-чуть потерять, но потом в дальнейшем выиграть. Как я всегда говорю, смотрите, и большое видится всегда на расстоянии. И скорее всего именно так и произошло. Кто не в курсе, вспоминаем ситуацию с Норильским Никелем. В начале, в прошлом году, когда произошла авария, разлив топлива, акции Норильского Никеля шлепнулись довольно-таки неплохо. Но потом выступил Потанин и говорит, весь ущерб, который будет предъявлен Норильскому Никелю, мы весь оплатим. И когда примерно озвучили цифру, которую штраф, который будет предъявлен Норильскому Никелю, 148 миллиардов, были эти деньги выделены на отдельный счет, и дальше просто шли судебные разбирательства. Ведь помните, когда присудили Норильскому Никелю штраф именно 146 миллиардов, Норильский Никель даже не стал подавать апелляции. Не буди лихо, пока оно тихо. А какие разговоры-то шли в прошлом 2020 году, чуть ли не национализируют Норильский Никель, что государство хочет наложить лапу именно на этот крупнейший металлургический комбинат. Но Потанин вывел из-под удара, ну так, довольно-таки искусно свою компанию, выплатил штраф, и вроде бы никаких существенных потерь мы с вами, акционеры Норильского Никеля, не понесли. И мы прекрасно с вами видим, что сегодня акции Норильского Никеля уже стоят в очередной раз 25500. И опять-таки в очередной раз хотелось бы сказать тем ребятам, которые меня троллили, когда я брал акции Норильского Никеля по 22, что ты делаешь, они будут стоить намного дешевле, это ошибка. Но, как видите, дорогие друзья, в очередной раз моя любимая компания меня и не подвела. Ну и коли мы стали говорить о Норильском Никеле, то пару слов стоит сказать, что сегодня еще дополнительный позитив к тем новостям, которые мы получили с вами в пятницу. Напомню, да, довольно-таки шикарные дивиденды будут по итогам 2020 года. Ну и, конечно же, еще объявлен байбэк. Так сегодня еще и получили новость о том, что вот этот шахта Октябрьский, рудник Октябрьский уже зафункционировал на 60% и к концу апреля зафункционирует на все 100%. Это идет с опережением графика. Напомню, раньше говорили, что к концу мая, а здесь уже появляется сообщение о том, что к концу апреля. Конечно же, это тоже позитивный момент для акции Норильского Никеля. И опять-таки вспоминаем, о чем мы с вами говорили, когда произошли эти аварии, что пока что ничего серьезного на самом деле не случилось. Да, потери небольшие понесли, но они с лихвой компенсировались, конечно же, для компании тем моментом, что создался дефицит их продукции и цены пошли вверх на их продукцию. Соответственно, они за счет этого получили довольно-таки неплохую прибыль. Ну и коли мы перебрали с вами к российскому рынку, да, вот так плавно через акцию Норильского Никеля, стоит отметить, что наш российский фондовый рынок сегодня выглядит лучше своих собратьев по Европе. Индекс московской биржи вновь преодолел отметку в 3500 пунктов, причем-то с таким довольно-таки неплохим гандикапом. Торгуемся на момент съемки видео 3523 пункта, прибавляем более 1%. И это на самом деле довольно-таки ожидаемо, потому что вся вот эта история с геополитическими рисками, которые сейчас происходят, она на какой-то момент сейчас начинает затухать. И, конечно же, вновь наш рынок начинает отыгрывать свои позиции. Тем более, есть позитивные новости из-за океана, что их рынки в очередной раз бьют рекорд. Вроде бы настроение такое неплохое, конечно же, на фоне всего этого наш рынок чувствует себя хорошо. Наш валютный индекс РТС чувствует себя еще лучше. Мы сегодня прибавляем 1,4%, но это, конечно же, хорошо для тех, кто быки. Лично для меня это пока что негативный момент, потому что я стою в шортах по фьючерсу на РТС. Но то, что наш индекс сегодня РТС, возможно, будет отскакивать, мы об этом говорили еще с вами вчера, когда строили планы на текущую торговую неделю. Мы говорили, что вот этот уровень по фьючерсам 140 тысяч, скорее всего, от нижней вот этой границы мы будем отскакивать в район 142-143 тысяч, и это совершенно пока нормальное явление. Геополитические риски все равно, хоть на какой-то момент они сейчас абстрагировались, но в любой момент эти риски могут вновь усилиться, и, конечно же, тогда наш рынок покатится вниз. Ну и тем более, да, такие крупные компании, как Норильский Никель, идут вверх, а остальные голубые наши фишки, они не торопятся и падать. Ну и, конечно же, за счет этого наш рынок потихонечку двигается наверх. Ну а если посмотреть более глобально, то мы и вовсе находимся просто в каком-то вот таком жестком боковике, и пока из этого боковика нам просто-напросто не вырваться. Ситуация все больше и больше сейчас напоминает лето 2020 года, когда мы более трех месяцев находились вот в этом боковике, и, конечно же, из этого боковика должен произойти прорыв либо в одну, либо в другую сторону. Но, учитывая всю вот эту геополитическую ситуацию, санкционную риторику, скорее всего, здесь прорыв будет больше вниз, чем наверх. Но, опять-таки, это лично мое мнение. Что по этому поводу думаете вы, обязательно уже пишите в комментариях. Ну и, конечно же, стоит поговорить о ситуации на американском рынке, что здесь на самом деле происходит. По итогам пятницы мы с вами прекрасно знаем, что индекс S&P 500 обновил свои максимальные значения. Мы закрывались на уровнях 3128, и это довольно-таки хорошие такие уровни по S&P 500. Но здесь тоже есть логическое объяснение, почему такое произошло. Мы вновь должны с вами посмотреть на табличку, да, количество шортистов на рынке американском, и мы с вами видим, что количество шортистов довольно-таки неплохо набивается. Хотя эти данные с запозданием на неделю, как раз-таки вот позапрошлая неделя получаются данные, но все равно мы с вами видим, что пока рынок шортит, ему ничего не мешает идти наверх. Вспоминаем, да, когда мы преодолели уровень 4000 по S&P 500, я еще тогда сказал, что, скорее всего, произошли шортовыносы, выбивание стопов, и рынок пошел наверх. Игроки-хомячки вновь решили пошортить, да, вот и вновь попались на эту же улобку, и стопы примерно-то, примерно мы понимаем, где они находятся, выставлялись возле уровня 4100. А стопы вышибли, и рынок вновь пошел наверх. И здесь, почему сейчас опасно шортить именно S&P 500, но в данном случае нам достаточно взглянуть на такой индекс волатильности, да, мы все его прекрасно знаем, ВИКС, так вот он сейчас находится на своих минимальных значениях с 21 февраля 2020 года. Это тот момент, когда еще о пандемии только начинали говорить, еще когда думали, что коронавирус сумеет удержать именно в территориальной целостности Китая, и он не сумеет распространиться на весь мир. И мы с вами прекрасно помним, да, февраль 2020 года, тоже мега-бычий рынок, все двигалось наверх, и вот примерно сейчас такая же ситуация происходит. Игроки просто-напросто игнорируют ситуацию, которая сейчас возникает в той же самой Европе. Вот мы вновь, Турция вроде бы открыла свои пляжи, но, к сожалению, вновь вынуждена обращаться к ограничениям, закрывать свои границы. Но игроки уже ситуацию с коронавирусом считают как бы отыгранным. Да и к тому же мы с вами видим рекомендации того же самого валютного фонда, заседание которого проходило вот на выходных, и рекомендации, которые они дают Центральным банкам всего мира, это продолжать печатать деньги, продолжать стимулировать. Мы с вами помним слова Джерома Пауэлла, который выступал на прошлой неделе, и он сказал, что на ближайшее время, по крайней мере, Федеральная резервная система оставляет все пока что без изменений. Деньги печатаем в том объеме, в котором им печатали. А напомню, да, ежемесячно Федеральная резервная система кладет на свой баланс сумму в размере 120 миллиардов долларов. Ежемесячно они на эту сумму скупают всякие разные мусорные облигации и так далее. Таким образом, конечно же, они поддерживают фондовый рынок. Ну и не забываем все-таки пакеты помощи и все далее. На текущий момент баланс ПРС составляет 7,7 триллиона долларов. Это просто неописуемая такая сумма денег. Но, дорогие друзья, хочется весь этот позитив, который есть и на американском рынке, влить все-таки ложку дегтя. Мы об этом говорили с вами вчера в рубрике «Ежедневник инвестора». Но лишний раз, я считаю, стоит повторить именно и сейчас, что на этой неделе мы с вами будем получать данные по инфляции. И вот эти данные, они способны немножко отрезвить игроков на фондовом рынке. Потому что мы с вами ожидаем сейчас инфляцию, ну, уровень индекс потребительских цен на уровне 2,4. Если предыдущий был 1,7, до этого 1,4, то разгон довольно-таки серьезный берет инфляция. И в таком случае, да, заявление Джерома Пауэлла о том, что до конца года минимум мы не будем, до конца 2022 года мы минимум не будем повышать ставки, ну, как-то ставится под очень и очень большой такой знак вопроса, под большущее сомнение. Потому что, если инфляция будет набирать обороты, остановить ее, кроме как начать повышать ставки, ну, фактически у Федеральной резервной системы не будет возможности. Ну, а повышение ставок нам будет говорить о том, что деньги становятся дорогими. А раз деньги становятся дорогими, то, конечно же, это удар будет по фондовому рынку Соединенных Штатов Америки. Как только, как только Федеральная резервная система хотя бы, ну, как-то мимоходом, да, заикнется о ближайшем повышении ставок, все, можно это будет считать, что конец ралли, вот этому, который сейчас происходит, будет закончить. Ну, и вообще, на самом деле, есть еще топливо у американского фондового рынка еще сходить наверх, потому что мы с вами прекрасно знаем, на этой неделе начинают отчитываться американские компании. Мы с вами понимаем, что первый квартал 2020 года был просто шикарный, и банковский сектор вел себя довольно-таки хорошо, он прибавил более 30%, и, конечно же, они покажут существенные результаты. Вот именно на этой неделе отчитываются Банков Америка, Сити Групп, Джи Пи Морган, Голдман Сакс. И я поучаствую обязательно в этих отчетах. Я считаю, что торговать стоят именно эти компании от Ланга. И не только банковский сектор. Мы с вами знаем, что и реальные, и промышленные сектора чувствовали себя довольно-таки неплохо. Да тот же самый технологический сектор Насдак, если мы с вами посмотрим, то он тоже вблизи своих максимальных значений. А, соответственно, значит, и технологические компании будут показывать довольно-таки существенные, существенные, положительные результаты по итогам первого квартала 2021 года. И на самом деле апрель месяц может стать довольно-таки позитивным месяцем в очередной раз. Мы с вами уже как-то говорили о том, что апрель традиционно сильный месяц для американского рынка, а вот май месяц как раз-таки может немножко отрезвить ситуацию, если мы с вами сейчас получим данные по инфляции растущей, и уже когда будем получать данные в мае месяц, и если инфляция продолжит все-таки расти, то вот здесь, конечно же, осознание к игрокам придет, и там надо будет уже внимательно слушать главу Федеральной резервной системы, главу Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Поэтому, дорогие друзья, вот сейчас на этой неделе мы получим данные и по Европе инфляцию, и по Соединенным Штатам Америки. Ну и, конечно же, пару слов мы скажем, коли говорим про Америку, это про ядерную сделку. Что хочется сказать здесь, что переговоры назначены на сегодня, на 14 число. Но здесь вроде бы мы с вами в СМИ видим, что позитивно все, динамика продолжается, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Но из Тегерана мы получаем новости такого характера, что иранцы не хотят напрямую садиться за стол переговоров. Сейчас как происходят переговоры в Вене? Два отеля стоят друг напротив дружки, и спецпредставители бегают из одного отеля в другой, обмениваются мнениями, и таким образом вроде бы там достигается какой-то прогресс. Но пока что прогресса четкого мы не видим, и мы с вами легко это можем посмотреть на котировках черного золота. Оно плюс-минус полтора процента каждый день туда-сюда ходит и ждет, конечно же, новостей. Если сделка заключительная будет, и США возвращаются в ядерную сделку с Ираном, Иран сворачивает свою ядерную программу, санкции с Ирана снимаются, это негатив для рынка черного золота, и нефть камнем и ходит вниз. А на иранскую нефть, мы уже с вами об этом тоже говорили, есть достаточно много покупателей. Та же самая Индия. А Индия не последний покупатель черного золота в мире. Поэтому интересные дни нас ожидают. Сегодня особо важных событий мы с вами не ждем. Стоит отметить, что внимательно бы я на вашем месте присмотрелся бы к акциям АФК-системы, потому что на днях ожидается... Ну, не на днях вообще, в ближайшее время ожидается IPO Сегежа Групп, которая довольно-таки... Это входит в холдинг АФК-системы, и акции АФК-системы могут подскочить вплоть до 40 рублей за одну акцию. Мы с ребятами уже брали пакет акций к себе в спекулятивный портфель. Я об этом говорил, что эта бумага может хорошо поучаствовать в дивидендном сезоне 2020 года. Но вообще, если говорить про мой спекулятивный портфель, то он вообще-то чувствует себя превосходно. Единственный небольшой минус по спекулятивным позициям, очень небольшой минус, показывает вообще компания M-Video. Она пока немножко в отстающих. Все остальные, либо небольшой плюс, ну, в частности, та же самая Мосбиржа, которую мы покупали на прошлой неделе в спекулятивный портфель. Ну, там позиция вообще минимальная. Она стоит возле, ну, плюс-минус там небольшой. То, если мы с вами смотрим на другие компании, там, Polizot, Norilsk, Nikkel, Gazprom, Lukoil, они себя чувствуют вообще превосходно. Но нужно некоторые бумажки еще подобрать. Вот с нетерпением жду отчеты на ЛМК сегодня. С нетерпением жду на этой неделе отчет от Северстали. И уже тогда нужно будет принимать решение. Конечно же, Северсталь в любом случае необходимо иметь у себя в спекулятивном портфеле. Она даже своими дивидендами всегда себя покрывает. Бумага хорошая, сильная. И мы с вами видим цены на металл. И пока что нашим металлургам вообще ничего не грозит. На концовочку оставил ситуацию по паре рубль-доллар. Но здесь, когда мы с вами говорили про РТС, примерно ситуация та же самая. Да, геополитические риски пока что спали. И, конечно же, пара рубль-доллар немножко откатилась вниз. Но куда она откатилась? Она откатилась на уровень 77,2. Конечно же, это мы с вами помним сопротивление. Было в свое время, сейчас это стало хорошей поддержкой. Но мы должны смириться с той мыслью, что сейчас уже пара рубль-доллар будет ходить в таком неком диапазоне 76,5-77,8. И пока что вот здесь будем накапливать силы и готовиться все-таки пробивать вот этот уровень наверх. Я мало верю в то, что сейчас возможно укрепление сильное нашей национальной валюты. Но, опять-таки, это лично мое мнение. Я набирал доллары по 72,7. Все об этом прекрасно знают. Я несколько месяцев об этом говорил уровне, что у 73 смело вы можете это делать покупать. И даже кто брал это с точки зрения спекулятивной, мой прогноз 78 сбылся. И я думаю, что те, кто брали чисто ради спекулятивной, да, 73 на 78 продать, должны быть очень и очень довольны. Дорогие друзья, ну вот такой сегодня небольшой обзор у нас с вами получился. Если это видео вам все-таки понравилось, потому что, ну, вообще никаких материалов нету. Вот только вот приложение инвестинг, у меня передо мной только котировки индексов были, все остальное держится в голове, без всяких подсказок. То, я думаю, заслужило это видео лайк. Если, ну, не понравилось все-таки, ну, понимаю, бывает, то тогда ставьте дизлайк. Пишите обязательно свои комментарии, свои мнения, свои пожелания, свои вопросы. И, кстати, дорогие друзья, насчет прямого эфира открытого. Очень много из вас хотят провести, чтобы я провел открытый прямой эфир. И я считаю, что мы этот прямой эфир сделаем, но сделаем мы его в среду. Сегодня я проведу прямой эфир с ребятами из закрытого чата. А в среду мы сделаем большой прямой эфир. И те, кто находится в закрытом чате, и те, кто не находится, могут повторно, ну, принять в этом эфире участие. Но, чтобы эфир был более конструктивный, я предлагаю вам вот под это видео поднакидать вопросов, чтобы мне была возможность подготовиться. Чтобы я хоть какой-то информацией владел, чтобы, может быть, замещать паузу между вопросами, которые будут у вас в прямом эфире. Поэтому жду с нетерпением ваших вопросов под это видео с пометкой вопрос для прямого эфира, чтобы я понимал, ответить в комментарии, либо же можно ответить будет в прямом эфире. Я считаю, что это будет правильно и логично. Согласитесь. Не забывайте подписаться на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Потому что видео на этой неделе будут выходить в непонятное время. Потому что неделя расписана поминутно. И довольно-таки проблематично выискать время. Ну, вот видите, даже в машине сегодня пришлось здесь снимать. Дорогие друзья, конечно же, не забываем спонсировать наш YouTube-канал. Получится доступ к прямым эфирам, во-первых, разбору компаний. На этой неделе, несмотря ни на что, в рамках портфеля инвестиций с нуля, я думаю, нам уже хватит денег купить на рельский никель. И я думаю, что мы об этом не пожалеем. Также, дорогие друзья, там есть разбор технического анализа. И в субботу будет заснято еще одно познавательное видео с точки зрения технического анализа. Оно также будет состоять из двух частей. Одно для открытого доступа, другое целиком будет уже для спонсоров данного YouTube-канала. Дорогие друзья, не забываем, у нас есть открытый Telegram-канал, у нас есть Яндекс.Зен и у нас есть аккаунт в Инстаграме. Ссылки на все наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами на этом сегодня прощаюсь. И увидимся уже с вами завтра. Сегодня еще хотелось бы попасть на хоккейный матч ЦСКА. ЦСКА. Возможно, это последняя встреча, хоккейный матч нашей питерской хоккейной команды. И тем более, там очень интересная развязка. Кто смотрел субботний матч, там аж 6 периодов они играли. Это было какое-то сумасшествие. Битва идет не на жизнь, а насмерть. Ставочку тоже я здесь сделал. Но ставочка она очень рискованная и она просто основана на том, что я болею за СКА и против своих ставить я не могу в данном случае. Конечно же, я поставил на то, что СКА сегодня одержит победу. Вот такая простая ставка, но надеюсь, она тоже принесет мне плюс. Ну, у меня до этого еще ставка стоит, что СКА одолеет серию ЦСКА, ну, финалы западной конференции. И что СКА возьмет кубок Гагарина. У меня вот еще две таких ставочки стоят. Но это для тех ребят, кто просто спрашивает, какие ставки я делаю. Иногда просят меня эти ставки оглашать. Ну, вот вам огласил, если успеете. Правда, коэффициенты там сейчас не очень хорошие. Ладно, дорогие друзья, это уже все Лирик. И я поехал дальше. Видео примерно, наверное, часов в пять будет уже на YouTube канале. Надеюсь, оно вам понравится. Еще раз, думаю, заслуживает лайка. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова